Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вы на канале Национальный Акцент. Сегодня мы поговорим о двух очень близких и родственных народах, о чеченцах и ингушах. О чеченцах вам расскажет чеченка, а об ингушах ингушка. Сегодня вы узнаете много интересного про чеченцев и ингушей, а также поймете, в чем эти народы похожи, а в чем все же различаются. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться. Нам очень важна ваша поддержка. Чеченцы – один из народов Кавказа. Сами чеченцы себя называют «нохчи». Это слово имеет сложную этимологию. Кавказоведы считают, что слово «нохчи» могло употребляться как общее племенное название и у ингушей, и у чеченцев. Но в современном кавказоведении и в обозначении ингушей, и в обозначении чеченцев принято использовать другой термин – «войнахи». Переводится «наши люди». В устных преданиях Вайнахва говорится, что их предки пришли из-за гор. Есть мнение, что предки всех кавказских народов появились где-то в Передней Азии примерно 5000 лет до н.э. И потом активно мигрировали в сторону Кавказского перешейка. Часть переселенцев проникла за пределы Кавказского хребта по Аргунскому ущелью и заселила гористую часть современной Чечни. Там и сформировался войнахский этнос – нынешние чеченцы и ингуши. Первые признаки разделения этих народов, по мнению ученых, относятся к XVIII веку, когда ингуши приняли российское подданство. Водораздел между ингушами и чеченцами еще больше усилился во время Кавказской войны, которая закончилась в 1864 году. Но почти весь XX век чеченцы с ингушами жили в одной республике, которая появилась в 1936 году и называлась Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика. С крушением Советского Союза прекратила свое существование и единая для двух народов республика. Сейчас это два соседних, но самостоятельных субъекта Российской Федерации – Чеченская и Ингушская республики. История ингушей и чеченцев тесно взаимосвязана, однако есть и отличия в их происхождении. В XI-XIII веках предки ингушей плотно, прежде всего экономически, ну а потом и культурно сблизились с соседней Грузией. На территории современной Ингушетии сохранилось здание одной из самых древних в России христианских церквей. В раннем Средневековье ингуши входили в состав Алландского государства и были сильно связаны с Алланами. В начале XIV века монголо-татары захватили Аланию, и Алландское объединение распалось. Спасая свои жизни, люди перебрались высоко в горы. В XVIII веке ингуши стали возвращаться на земли возле реки Сунджа и Терек, которые считались более плодородными. А в 1770 году, как мы уже упоминали, ингуши приняли подданство Российской империи. Почему же ингушей называют именно ингушами? Дело в том, что в Тарской долине было их крупное поселение, называлось Ангушт. Историки считают, что слово ингуш пошло от названия именно этого населенного пункта. А самоназвание ингушей – Галгай, оно переводится как строитель крепости или башни. Ингушетия и правда славится своими башнями. Их там очень много, и до сих пор каждая семья знает, где находится их родовая башня. Языки чеченцев и ингушей очень похожи. Давайте послушаем, как они звучат. А вы попробуйте угадать, где какой язык. Ну что, угадали? Напишите в комментариях. На чеченском говорили вот здесь. Чеченский язык принадлежит к нахской ветви, нахско-дагестанской языковой семьи. На нем говорят чеченцы, которые живут не только в Чеченской и Ингушской республиках, но еще и в Грузии, а еще и в некоторых районах Дагестана. Письменность у чеченцев до 1925 года была на основе арабской графики. А с 1938 года чеченский язык перешел на кириллицу. В чеченском языке много заимствований, до 700 слов из тюркских языков и почти полтысячи из грузинского. Есть немало заимствований и из русского языка, арабского, осетинского, персидского и языков народов Дагестана. На ингушском говорили здесь. Ингушский принадлежит к нахской ветве. В Российской Федерации на ингушском языке говорят почти полмиллиона человек. В начале 20 века ингушский алфавит состоял из арабских букв, а с 40-х годов перешел на кириллицу. Нахская группа языков включает ингушский, чеченский и бацбийский языки. Ингуши и чеченцы прекрасно друг друга понимают без всяких переводчиков, а вот бацбийский они понимают плохо. Все дело в том, что на него сильно повлиял грузинский язык, ведь бацбийцы уже 400 лет живут в Грузии. И в отличие от ингушей и чеченцев, они православные. Религия ингушей и чеченцев – это ислам суннитского толка. Впрочем, степень его влияния на оба народа разная. Несмотря на то, что ислам на Северный Кавказ начал проникать еще со времен нашествия Чингисхана, большинство жителей Чечни приняли его только в 18 веке. Жизнь чеченцев и ингушей до сих пор сильно зависит от тейпа. Это родственное объединение семей. Ингушские тейпы принято называть еще и фамилиями. Если чеченский тейп может насчитывать сотни фамилий, то ингушский чаще всего ограничивается несколькими десятками. Но при этом ингушские фамилии чаще всего имеют доисламские корни, а вот чеченские преимущественно мусульманские. Между ингушскими и чеченскими тейпами есть еще одно различие. Браки внутри ингушского тейпа встречаются, однако не приветствуются. А вот чеченцы чаще создают браки внутри своего тейпа, чтобы прочнее сохранять родовые связи. В Чечне тейпы подчиняются крупным военно-политическим объединениям, тукхумам. Всего их девять. У ингушей такого деления нет. Что у чеченцев, что у ингушей до сих пор важную роль в регулировании отношений между людьми играют адаты. Это своеобразный список традиций и обычаев. Например, у ингушей, согласно адату, зять никогда не встречается с тещей. Даже если он случайно увидит ее на улице, то должен быстро перейти на другую сторону. Чеченцы и ингуши имеют много общего, но между ними есть немало и отличий. Это два родственных, но разных народа, каждый из которых сформировался, исходя из особенностей своей истории и взаимоотношений с соседями. Не забывайте ставить лайки и делиться роликом с друзьями. Если среди наших подписчиков есть чеченцы или ингуши, то обязательно напишите об этом в комментариях. И помните, Россия и ее народы интереснее, чем кажется.